Кому охота смотреть на безумного учёного, который выносит опытную инопланетную охрану с помощью своих сай-фа и самодела, когда можно просто зависать всей семьёй в шоу? В смысле? Джерри, встань, сними всю одежду и согни себя 12 раз. Момент. Если хотите, чтобы я вытащил информацию самого умного млекопитающего в галактике, то предоставьте мне приличный мозгоанализат. Достаточно расслабил. Восхищаюсь тобой, Рик. Когда я... Сложно сказать, ему удалось воплотить нечто вроде задницы. Он так может? Как-никак, он самый умный человек во Вселенной. Говорю вам, захват Земли Галактической Федерации — это лучшее, что случалось с нашей семьёй. Я получил уже шестое повышение за неделю, хотя до сих пор не понимаю, что делаю. Может, ты едва притрагнулся к своим таблеткам? Просто в обед я съел большие таблетки и... Эй, собирался есть ещё. Ты балуешь нас, Конрой. Не обожествляй людей, которые тебя бросают, или в итоге станешь лошадиным хирургом в мире, где правят пришельцы, и благодаря их лекарствам лошади... Вечно здорова. Давай посетим пару воспоминаний. Какие-то конкретные? Может, ты хочешь посмотреть на мой первый стояк, или сразу перейдём к тому моменту, куда я открыл межпространственные путешествия? Ещё ужаснее лишь твоё психическое расстройство, Рик. Зависит от того, кто раньше расстроится. Я или расстройство. Если останемся здесь, то ты умрёшь вместе со своими воспоминаниями. Но если мы отправимся туда, куда мне нужно, она ведь тоже там будет, верно? Ладно, но я поведу. Как оправдание, чтобы отобрать у нас свободу. Дохлые мухи! Может, если их правильно разложить, то появится голограмма, или откроется тайная дверь. Саммер, ты меня пугаешь! У нас введён комендантский час, а из-за нового календаря мне теперь 47 лет. А мне нравится, что мне теперь 35 могу тачку арендовать, потому что ты чмошник. Он бросил крошечную планету. И если ты ещё не поняла, Саммер, он и тебя бросил. Он оставил тебя гнить в мире, который сам погубил, потому что ему плевать. Твой верный дедушка закопан во дворе. Ты прав. Что? Нет, я не прав. Это был просто излишне жёсткий пример. Боже, о боже! Магнодерс, я могу принять ваш заказ? Да, мне 10 наггетсов и побольше сычуаньского соуса. Объедение. А потом от него избавились. Его больше нет. Теперь только в моей памяти его можно попробовать. Это я. Раньше я ходил в синих штанах. К счастью, скоро ты изобретёшь кое-что во много раз мощнее. Что? Можно положить её на место и сказать, чтобы никогда её не видели, как мы сделали с отцовской ногой манекена. Божечки, дети! Передайте незаконные технологии ближайшему представителю федерации. Батюшки! Батюшки! Боже мой! Что ж, посмотрим, надолго ли тебе хватит. Я слышала научно-фантастические звуки. Ты совершил прорыв? Тогда давай я приведу Бетта, мы сходим за мороженым. Дайен, это последняя отличная мысль, которая родилась в этом гараже. Поверить не могу, что Рик сотворил такое. Именно такие приключения Рик и проходят мимо тебя. Подобно он предпочитает забывать. Не это ищешь. Зачем она тебе? От неё разит Риком. Нет, зачем? Зачем ты это сделал? От неё разит Риком. Не стреляйте, не стреляйте! Я Морти Ц-137! Нельзя допустить, чтобы тайны цитадели попали в руки Федерации. Мы немедленно отправим отряд Рик-спецназа в тюрьму, где держат Ц-137. О-е-е! И убьём его. Этот соус просто пьенный. Получилось! Получилось, блядь! О, это и есть она, портальная пушка. Да. Постараюсь не забыть, отключить мозгонализатор. А вообще, вроде он отключится автоматически, когда твой мозг превратится в кисель. Не знаю. Пофиг. Миссия выполнена, пацаны, вытаскивайте меня. Вас понял. Не скучай тут в остатках моего мозга, а я перемещусь в твой. Это ловушка отмена! Мы так и не покинули... Нет! Итак, Рик-спецназ на месте! Привет, Рик. Пока, Рик. Город дедушек? Цитадель Риков! Рики из всех реальностей собрались вместе, чтобы скрываться от правительства. Сэр, Рик Д-99 возвращается с задания. Один. Похоже, Рик-спецназ понёс серьёзные потери. Разреши посадку. Говорит главнокомандующий в эскаме цитадели. Сэр, сойдёт. Он шпион, взорвите его, а я пойду по сыру. Мы будем снисходительны, если вы отречётесь от своего Рика. Что скажешь, Саммер? Я скажу, идите нахуй. Мой дедушка был для меня героем. Вы убили его. Давайте не будем слишком усердно ублажать его в призрачный хуй. Он был террористом, и теперь он мёртв. Да, думаете, мой Рик мёртв, а он жив? Если думаете, что в безопасности, знаете, он идёт за вами. Эээ, ты что тут делаешь? Эта комната исключительно для телепортации всей цитадели в другое место с помощью лишь кнопок и индикаторов. Какого хуя? Мы только что телепортировались в Тюрьму Галактической Федерации. Пойду посру. Рик, тогда стреляй сквозь неё. Довольно, бросай оружие, Рик. Морти, я знаю, что ты слишком тупой, чтобы понять, но сейчас ты всё портишь к хуям. Я не позволю тебе дать моей сестре умереть. Бросай пушку. Морти, ты еблан. Серьёзно, ты просто тупой долбоёб. По сути, ты всех нас убил. И кто теперь тупой, сучара? Ах, ладно, пора с этим конч... Отличная работа, Морти. Пошли, дети. Что это было? Древнейшая уловка Рика. Липовый ствол. Вот просто телепортнёмся домой. Только когда я закончу то, что начал. Вот так можно получить девятый уровень доступа без пароля. Но смотрите внимательно, как дедушка свергнет империю, заменив единицу на ноль. Господин Президент, пода, господа. Выпускаете одно решение. Дай свою куртку! Штаны отдай! Больше нет богатых и нет бедных! Хочу больше курток! Тот, кто владеет штанами, владеет галактикой! Насекомые больше не будут господствовать на поверхности Земли! Джерри, какого чёрта там происходит? Галактическое правительство распор...